Салют, чуваки, с вами Кит, и сегодня мы с вами начнём проходить в формате видосов модификацию The Land of Seek'a. Начнём мы её с вами исходя из культуры Ян, в которой мы с вами не играли. Я, как вы помните, выдвинул вам голосование, чтобы вы выбрали, что же будет именно на видосах Земли Seek'a, либо же ванильная вариация в пешем прохождении за стургов. Но было 50 на 50, поэтому я решил, что прохождение модификации The Land of Seek'a более интересное для видосов, а уж поиграть в ванильную версию, тем более за стургов, мы с вами всегда сможем на стримах, тут ничего нового и сверхъестественного народ так или иначе не увидит. А вот как раз-таки новичкам на канале или новым, так сказать, зрителям будет интересно всё же The Land of Seek'a посмотреть. Ну и что ж, начнём. Забабахаем какого-нибудь интересненького персонажа. И двинем, двинем дальше. Боже, какая убогая прическа. Что это такое вообще? Хотел одна, это тоже довольно-таки говно. Но вот такую вот прикольненькую причесочку забабахаем. Так, какую-нибудь смешанную бороду, сыну или базовую даже, не знаю. Что-то нужно прикольненько здесь забабахать. Во, вот такого вот парня мы с вами здесь с вами возьмём. Да, здесь в модификации добавились цвета волос дополнительные, прям, чтобы вообще чумовое было прохождение. Не знаю, на самом деле, зачем они сделали столь яркие разноцветные типы волос. Из-за этого наблюдать за сиканами, то есть главной сюжетной веткой. И этой всей народности будет так себе, как мне кажется. Ну, типа вот такие вот волосы, это явно перебор. Хотя, ладно, в принципе, по барабану. Что ж, начнём играть, думаю, за вот такого вот персонажа. Ну и давайте выберем ему предысторию. Кстати говоря, на стримах мы уже прошли всю сюжетную ветку, которая есть на данный момент, на начало августа. Но, чтобы добраться в видосах до того же уровня сюжета, то есть до самого конца в текущий момент, нам с вами нужно будет примерно две недели. То есть видосов 5-10, так же, как пойдёт, в зависимости от скорости прохождения. И я думаю, к тому моменту, когда мы с вами закончим сюжетную ветку на видосах, уже выйдет обновление, которое, во-первых, добавит дополнительный официальный русификатор в модификацию, чтобы все могли его скачать, а не просто просить его у меня. Кстати говоря, если в данный момент вам прям приспичило взять русификатор на данную версию, то можете написать в группу ВК, а я вам его скину. Но, как я сказал, вскоре уже должны его добавить вот в следующем патче, потому что работа над ним почти завершена, как написали на Nexio. То есть уже довольно-таки активная стадия разработки этого русификатора. Так что в следующем патче, скорее всего, появится. И главное, что я надеюсь, что всё-таки в следующей версии у нас с вами также и продолжение сюжета будет. Так, воевать. Ну, я хочу сделать себе пешего пацана... Ой, тьфу, не пешего, а ближняка, потому что настреливать довольно-таки скучно. Да и мне самой сейчас подзадолбало. Мне хочется, правда, двуручника. Но, блин, двуручник в моём исполнении крайне неэффективен, поэтому всё-таки сделаем чувака с древком. Только, скорее всего, не с копьём, а с кем-нибудь двуручным древковым, которым можно будет махать и убивать сразу пачки врагов. Ну, давайте вот эту вот фиговину выберем. В принципе, не такая уж и плохая. Так, прокачка дальше. Есть, конечно, сложный момент, потому что мне интеллект хочется качать. Довольно-таки полезная эта тема будет нам с вами в будущем. Плюс мы с вами будем ещё поселение развивать, защищать и так далее. То есть вот эти вот социальные и интеллектуальные навыки будут, безусловно, на первом месте. Ну, кстати, можно упороться именно в социальность, а уже интеллект из атрибутов, которые мы с вами получим, исходя из прокачки, можно будет кинуть туда. Кстати, вот очень интересно, причесон меняется. Здесь он такой всегда базовый, когда уже делаешь чувака постарее. То, естественно, у него, во-первых, становится более суровый взгляд, потому что человек стал или мудрее, или злее, в зависимости от того, сколько прошёл. Ну, и добавляются всякие очки характеристик. Ну, в общем и целом, получилось. Не фонтан, но более чем играбельная сборка с точки зрения, конечно же, вот этих вот как раз-таки навыков. Кстати говоря, у меня здесь почему-то убавилось количество цветов. Их было гораздо-гораздо больше в предыдущих версиях Сики. Сейчас, видимо, их убрали от цветофона и герба. Ну, может, баги какие-то были или что-то в этом роде, но ничего. Можно, в принципе, без проблем с вами выбрать какой-нибудь, ну, боль-моль базовый герб. Это всё не особо важно, как мне кажется. Вот таких цветов я, честно, не помню. То есть, он есть в изначальной версии у ботанцев, но вот у нас в данной сборочке такого нету. Так что, погнали. Так, как же будет звать нашего с вами персонажа? Пусть будет Торвальд, полагаю. Думаю, это нам с вами подойдёт. Так, ну, естественно, максимальная сложность. Куда же без этого, иначе неинтересно. Смерть в битвах, конечно же, автоматическое распределение навыков. Думаю, тоже стоит, потому что нам с вами будут давать специальных спутников по ходу сюжета, которые якобы будут нам помогать и так далее, и так далее. Распределять все их навыки очень неинтересно. Даже мне. Поэтому пусть распределяются сами, в этом ничего плохого не вижу. Ну, и железную волю я подрубать не буду, потому что это чревато различными багами. И опять же, я не знаю, как будет развиваться эта модификация в следующих версиях, поэтому лучше всё-таки железную волю не врубать. Ну, чтобы в случае чего мы могли откатиться к предыдущему сохранению, чтобы всё прохождение мы с вами не потеряли. Думаю, вы и сами-то понимаете. Всем привет! Я бы хотел рассказать вам о моём ютуб-канале Динза Шоу. На канале вы можете увидеть моё сражение с самим Королём Ночи, или как я возглавляю армию мертвецов за Короля Лича. Различные летсплеи по Баннерлорду и не только. Прохождение, монтажи по Гаррисмоду, Доте и другим играм. Присоединяйся! Ссылочка в описании. Итак, что ж, начинается наш с вами сюжет с Вилкиным, хозяином каравана. И, естественно, есть озвучка. Озвучка, правда, вся на китайском, потому что разработчики мода — китайцы. Ну что ж, итак, о чём мы говорили в прошлый раз? В прошлый раз мы говорили о мифе, о сотворении земель Сика. Конечно, легенда гласит, что в конце университета есть место университета. Есть место полное хаотической энергии. В древности великие божества, жаждущие такой силы, начали бесконечную войну. Кстати говоря, кстати говоря, хочу вам сразу сказать, что, опять же, русификатор сырой, поэтому большинство текстов всё-таки будут неподъёмными. То есть реально сложно будет понять, что там происходит. Ну, типа, очень порой несвязанные предложения. Так что здесь придётся всё-таки додумывать. Война почти уничтожила весь мир, пока предложение богини мира не положило ей конец. Но игры силы не остановились. Боги создали расы нашего мира, и вскоре между ними разразилась новая война во имир богов. Никто не знает, как долго продлится эта война. Единственное, что мы знаем, это то, что человечество переживает этот натиск и будет править континентом. В эту эпоху конфликтов на южном горизонте с бескрайними чёрными землями процветает потустороннее зло. Как только люди подумали, что стабилизировали свою территорию в чёрных землях, где никто не заметил злые силы, пронзили весь континент как стрелы. Весь континент снова погрузился в бесконечные войны и хаос. Тьма и отчаяния охватили весь континент. В это время люди едва могли выживать в тени. В тот самый момент, когда казалось, что вся надежда рассеялась, человечество наконец вступило в последнюю, решающую битву. Меч героя столкнулся со злой силой в последний момент. И с кровью героя пришёл свет завтрашнего дня. Но мира не последовало, коварный заговор, конфликт между верами, борьба человечества друг с другом. Существует новая волна войны между человеческой цивилизацией. Путь будущего не ясен. Интересная история, кто же пройдет континента в наше время? Сейчас на континенте 8 фракций. Легионы Вултуса, королевство Никения на севере, маргианские племена, Иламока Сигунат в центре, Эмират Раблам, Федерация Проэн, Династия Ян и Ярианские короли-колдуны на севере. Все они правят частью континента. Основная территория этого континента занята ими. Но этот континент считается первым континентом в мире, где родились и умерли многие фракции и расы. Говорят, что многие фракции исчезли из поля зрения общественности. Насколько я знаю, их силы могут быть не слабее, чем у этих стран. Торвальд, перестаньте слушать его старую и скучную историю. Приходите к нам, выпейте с нами, когда мы доберемся до города через два дня. Я отвезу вас в прекрасное место и позабочусь о том, чтобы было весело. Ура! Бахнем! И вот происходит нападение работорговцев, которые решили испортить нам праздник. Вот именно первую миссию они сделали прям отлично, потому что постановку камеры замутили, ну типа вот такой вот вид сверху, объезд противников и так далее. Кстати говоря, в большинстве сцен пока что такого масштаба нет. Но мне что-то подсказывает, что они все-таки сделают именно подобную такую, как сказать, постановочку к другим миссиям, потому что многие миссии как бы к этому располагают, если честно. Но опять же, они этого не делают, потому что мод все еще новый и весьма сырой. Но наверняка, наверняка все это будет. Допустим, когда мы идем нападать на одного китайского, я так понял, бандита, который что-то вроде Робина Гуда или типа того забирает у богатых, дает беды, мы все такое. Вот битва именно с ним прям, ну, так сказать, прям кажется, что будет вот такая вот постановка, она прям необходима. И думаю, они все это добавят, но просто в будущем, когда модификация разрастется. Последние, ну и как бы все четыре патчи, которые вышли на данный момент, они только и делали, что предполагали удаление различных глюков и так далее. Но далее, я думаю, они будут развивать сюжетную составляющую, которая в данный момент довольно-таки недолгосрочная, плюс ко всему постановку сюжет, который уже есть. Итак, вы упали, сражаясь на смерть, но нападающие продолжают наступать. Какое-то время вы едва поддерживали себя, и в конце концов были сбиты с ног. После ночной атаки вы выходите из кома, отталкиваете на себя труп, пытаетесь вспомнить, что произошло прошлой ночью. Вы были сбиты с ног во время атаки, и не можете вспомнить остальное. Вы привязываете рану и обнаруживаете, что лидер каравана что-то ищет в разрушенном лагере. Давайте с ним поболтаем. Итак, мы проснулись не на тех землях, на которые, честно, я рассчитывал. Я хотел, чтобы мы с вами проснулись вот здесь. То есть, что-то вроде имперских земель. Но, видимо, я выбрал неправильную культуру. Исходя из этого, как бы мы проснулись не там, где я хотел. Это была фракция Пруэн, а я перешел, да, в династию Янь. Совсем не этого я хотел. Ошибся немножечко. Просто картинка была очень похожа на имперцев, и как бы именно вот эти вот чуваки, я подумал, что они нам и нужны. Но, тем не менее, строить поселение мы будем где-то возле них, потому что концовочка сюжета, ну, по крайней мере, почти вся концовочка сюжета, будет завязана на этих землях. Поэтому я решил, что это интереснее. Тем более, у них довольно-таки прикольные войска. То есть, на стримах мы были с вами вот за фракцию Вулки. У них очень хорошие дальнобойные бойцы, безусловно, типа как у ботанцев, потому что у них даже знамена плюс-минус те же самые. Но не суть важна. Кстати говоря, мне вот интересно, будут ли здесь те самые необходимые нам точки, которые были по сюжету тогда, откроются ли, будут ли они открыты сейчас, либо же они откроются немножечко позже. Но, судя по всему, откроются позже, потому что одна из последних территорий, скрытая деревня, находится где-то вот здесь. А сейчас она не показана. Все-таки нужно продвинуться по сюжету, и, так сказать, наскоком пройти дальше не получится. Торвальд, вы еще живы? Думаю, я пережил натиск. А как вы пережили это? Я торговец. Прошлой ночью я нашел место, где можно спрятаться. Понимаю. Тогда почему вы возвращаетесь? В моем грузе было важное письмо. Я должен забрать его у бандитов. Какой план? Думаю, у вас будет шанс, если прошлой ночью они не устроили внезапную атаку. У меня в кармане осталось немного денег. Вы можете набрать солдат. В ближайших деревнях я знаю их направление. Если ты сможешь победить тех бандитов, половина груза будет твоей. Велика ли? Нам дают деньжат, и говорят набрать себе воинов в ближайших территориях, и устроить нападение на некоторых бандитов, которые остались неподалек. Кстати, говорят, я так и не понял, как пользоваться церковью Сика. То есть, насколько я знаю, нужно будет искать выпадающие из монстров камни, потом сдавать их в церковь, и что-то из этого мы с вами будем получать. Это будет что-то своего рода фарма, то есть мы добываем камни, что-то за них получаем. Но опять же, что мы будем за это получать, пока не особо понятно, потому что ни одного камня не нашел. Да плюс ко всему нападение на этих монстров, это очень и очень сложный процесс, потому что наш персонаж находится в соло, и противники прям толпами нас летят. Поэтому прокачка боевых навыков будет крайне-крайне важна, если мы захотим всеми этими камнями воспользоваться. Кстати говоря, у этой фракции я вижу, что арбалетчики основная боевая сила, и слушайте, они отлично экипированы, прям вот отлично. Да, у них, конечно, малое количество болтов, но потом они могут без проблем со своими доспехами и оружием перейти в ближний бой, то есть спокойно можно снарядить себе, ну, чуть ли не большую часть нашего боевого отряда именно арбалетчиками. Ну, в общем и целом, такой, по крайней мере, план. Вот эти вот бойцы тоже кажутся очень-очень мощными, доспехи у них более-менее сбалансированы, что обычно является большой проблемой в таких вот крупных модах, особенно в самом начале их развития, дают какие-то непомерно жесткие доспехи, типа по 40, по 50, брони ко всем частям тела, типа к телу, рукам, ногам и так далее. А здесь более-менее сбалансировано, поэтому какого-то лютого дисбаланса не будет. Жаль, конечно, что в данный момент к этой модификации можно пристроить очень малое количество доп-модов, поэтому я решил вообще их не ставить, чтобы избежать различных глюков, потому что, ну, уж проще потерпеть условный недостаток в скорости передвижения нашего персонажа и что-то еще такое помелочить, чем терпеть постоянные вылеты, поверьте мне, это та еще задница. Поэтому лучше мы с вами поиграем без модов, исключительно The Land of Seek, но зато все будет идти клево, стабильно и красивенько. Торвальд, похоже, достаточно у тебя войск, чтобы нанести им удар. Что делать сейчас? Они будут рядом с деревней, на которую они напали... А, возле которой они напали на нас. Хорошо, поехали. Так, Майданы говорят о том, что они рассеялись по деревням, можно прокраситься вокруг них и использовать элемент неожиданности, чтобы разделиться и атаковать. Вот, кстати говоря, они прямо здесь появились, я не рассчитывал, если честно, что-нибудь прямо здесь, но ладненько. Тем не менее, их 5 человек, у нас 10, шансы у нас гораздо-гораздо выше. Вы грядете своими войсками по вражескому лагерю. Похоже, патруль вокруг лагеря вас не заметил. Сейчас подходящий момент для удара. Также есть такой интересный момент, что мы здесь с вами сможем создать собственные подразделения войск. Это, думаю, будет очень круто. И вот, в отличие от стримов, здесь на видосах можно этим заняться. То есть, возможно, даже... Ну, посмотрю инструментарий, и если будет такая интересненькая вариация, то предложу вам, зрителям, какие-нибудь отдельные подразделения для наших собственных войск, нашего королевства, вам составить. Думаю, это будет такой неплохой, интересный интерактивчик. Но это, конечно же, уже потом, когда наше поселение разрастется и будет довольно-таки сильным, чтобы противостоять другим силам врага на карте. Кстати говоря, тут напали на изгоев, но это хорошо. На работорговцев они напасть не могут, банально, потому что они как бы сюжетные, ну, сюжетные пацаны. Поэтому вот различные такие лордики ничего им не сделают. Так, время для следующей атаки. Можно, опять же, их немножечко поотвлекать. Возможно, даже парочку бомжей я смогу убить до того, как они схлестнутся с нашими пацанами. Как бы основная цель все-таки, чтобы наши пацаны прокачались, чтобы у меня появились первые арбалетчики, потому что арбалетчики здесь очень сильно мощными должны быть, по идее. Ну, учитывая, по крайней мере, бронирование. То есть, они, думаю, смогут, в принципе, составить конкуренцию тем стрелкам, которые были у меня в прохождении на стримах. Должно быть не так, что плохо. Кстати, надо не забыть, что персонажа прокачать, а то навык там не вкинули дофига. Атрибутов тоже, а я их, ну, совершенно как бы не трогал. Это как бы проблема. Так, все, 5 наших пацанов прокачались. Давайте докачаем их до легкой пехоты, получается, чтобы потом получились арбалетчики. Вот, отсюда уже появится, да? Так, да, легкий арбалетчик. Отлично. Да, и стоит все это дело довольно-таки мало. Это очень хорошо. Жаль, конечно, что доспехи мне выпали самые такие дерьмовые на старте. Хотя, возможно, это ограничение культуры. Но выгляжу я прям как, ну, самый такой базовый засранец, не знаю, первого ранга. Если брать ванильный маунт, по крайней мере, для сравнения. Но ничего. Ладно, это все мелочи. Тем более, заработать здесь, в принципе, вполне возможно. Деньги здесь, когда появятся поселения, будут течь на автомате. Кстати, не знаю совершенно, как здесь обстоят дела с мастерскими. Абсолютно непонятно. Я пока это не тестировал. Но, опять же, знаю одно, что можно будет построить свой рынок в деревне. Благодаря этому пассивно зарабатывать ежедневно монеты, начиная от сотни в день. Это уже неплохо. Хорошая альтернатива, конечно же, мастерским. Хотя, конечно, очень много придется бегать и страдать для того, чтобы все это заработать. Заходить по своему поселению и именно выбивать прям вагон ресурсов сотнями, чтобы вы понимали. Ну, ладно, последний отряд работорговцев. Жаль, конечно, что приходится сражаться с ними, во-первых, ночью. Во-вторых, в такую убогую деревню, например, реально убогую, враги еще и кавалеристы. Это прям ужас. То есть, мне придется серьезно попотеть. Но, благо, здесь есть и факелы, и огненные стрелы, поэтому битвы в ночи более-менее какие-то интересные, если честно. Ну, то есть, ты хотя бы видишь происходящее и сильно в этом деле не путаешься, как бывало у меня обычно. Так, все, враги на воде, идеально, идеальный момент, чтобы их здесь подсечь, я бы сказал. Ой, блин, сразу получил по голове. Вот это, конечно, неудачно. Да, ну, ладно, думаю, Вилкин здесь с ними справится вместе с братвой. Шансов у них, как ни крути, все-таки больше. Так что, думаю, наши ребятки здесь без проблем вражи насилия. Тем более, у нас легкая пехота прокачалась, то есть, заказаться и Вилкина вырубили, да. Вилкин, конечно, молодец. Ну, ничего, врагов осталось трое, наших семеро, думаю, они без особых проблем с врагами справятся. Давайте немножко ускорим момент и подождем, пока они оставшихся работорговцев забьют. Если бы солдаты еще могли поднимать, как и я, допустим, какое-то вооружение, взяли бы мое копье и без проблем бы врага забили. Хотя они сделали и так, и это все дело без проблем, ну, и никто, конечно же, не умер, самое главное. Хорошо, еще и лошадочку получили, и моей, что хорош такой бонус, я бы сказал. Ну и отлично. Спасибо, Торвальд. Вот обещанный вам груз. Что дальше? Думаю, продам оставшийся груз в городе. Вы нашли это письмо? Конечно, теперь я должен отправиться в ближайший город и продать груз. Вы найдете меня в таверне. Великолепно, значит, ближайший город, я так понимаю, это Тянь-Лонг, но все же лучше перебздить. Так, пришло время напасть на их лидера и вернуть письмо Вилкина, но мы же это уже сделали, как бы. А, вот. Продолжение. Вы защищаете и грабите поле боя. Похоже, эти бандиты необычные, но работорговцы. Единственное, что у них есть, это груз Вилкина, а вы освобождаете девушку от цепей. Задаем ей вопрос. Что-то какой-то фон, ну, прям ребристый, какое-то дерьмового качество по сравнению вот с этой девушкой. Как будто она на зеленом фоне стоит, а задний фон сделан прям очень ковенно. Ну ладно, это мелочи. Спасибо, что спасли меня, я ваша слуга, каков приказ. Я не рабовладелец, не называй меня хозяином. Ты спас меня, и ты будешь моим хозяином. Как будто она мне приказывает, да? Один из твоих солдат сказал тебе, что такие заключенные, как она, будут отмечены знаком рабыни на руках, это означает, что они рабы на всю жизнь. Есть ли у вас такая метка? Дамы, господин. Эта метка такая мощная, боюсь, вы не совсем знаете работорговцев. Ну и что это за сила? Эти ублюдки, это группа работорговцев, они торгуют рабами по всей земле. Даже великие королевства не хотят их злить. Я думаю, вы не родились на этом континенте. Или бы вы все это дело знали. Значит, вы все еще рабыня, даже если я спас вас от этих засранцев. Да, у меня на руке и на шее клей мой раба, это значит, что я раб на всю жизнь, и я должна служить хозяину, иначе работорговцы выследят меня и продадут новому хозяину. Других решений нету? Да, у нас есть вариант уничтожить работорговцев, вы можете почувствовать гнев в ее глазах, хусюка. Итак, что у тебя за история? почему-то стала рабыней, напали на нашу деревню, вы можете подпсаться на мою вечеринку. Думаю, следует найти нового хозяина. Ладно, фиг с тобой, давай. Ты уже сделал рабов своим врагом, скорее, работорговцев. Они не отпустят тебя. Мои люди все еще в их руках, но они знают, как уничтожить работорговцев. Если ты спасешь мой народ, мы будем твоими слугами. Что ж, давайте попробуем. Они находятся в заключении на соседнем аванпосте работорговцев. Если вы готовы, я могу показать путь. Итак, где же они находятся в соседнем аванпосте? Пойти в таверню Тянь Лонг. Так, а здесь забрали груз Вилкина. А, ясно. То есть, мы должны узнать у Вилкина, опять же, что он знает об этих работорговцев и так далее. Потом пойдем и освободим этих самых рабов. Ну, что ж. Это не такая уж плохая идея. Я бы, конечно, еще людей нанял, потому что работорговцы явно будут посильнее. Так что, нам с вами придется красильщики. Так, лавка ремесленника. Чего посмотреть, что у них по этим? Ну, кстати говоря, похоже, у них самые-самые классические такие мастерские. Думаю, они, в принципе, должны быть мне доступны, хотя они почему-то выглядят, ну, типа, помечены серым и очень странно. Зайдем, кстати, в церковь Сика. Она выглядит один в один как какой-нибудь тронный зал, но просто, чтобы вам показать, вот, кстати, тяжелый арбалетчик. Вот по нему не скажу, что он арбалетчик, похож на обычного солдафончика. Это посланник церкви, который слышит про камни хаоса. В землях изгнанников так много камней хаоса, в этой земле много темной силы. А, ясно. Вот то, что я говорил. Убиваем монстров, зарабатываем камни хаоса и им отдаем. Так, я слышал, могу обменять. Так, камни хаоса это камни на полную энергию хаоса. Можем использовать эту энергию, чтобы помочь всем. Если вам повезет найти такое, вы можете его обменять. На что поменять и так далее? Непонятно. Которое можно продать. И я надеюсь, что там кроме груза возможно будут какие-то доспехи полезные или типа того, потому что персонаж наш с вами довольно-таки слаб и какого-то крутого груза к сожалению я не замечаю. Но вот здесь как бы да, здесь уже что-то есть. Еду мы конечно же оставим, а вот масло и мех мы безусловно продадим. Получим 3000, это уже неплохо. Теперь по доспехам. Начнем мы с копья, то есть копья у нас будет пока что основным оружием. Я бы нашел еще что-нибудь покруче, но к сожалению ничего сверхъестественного здесь нет. Можно построить по доспехам. По доспехам в принципе то же самое. То есть есть броня на голову более-менее адекватная. Наплечники есть вот такие вот. Ну и как бы все. Небольшая куртка торговца. Ну я думаю не стоит тратить деньги. Проще найти и купить что-нибудь все-таки поинтереснее. Ну и все-таки металлический шлем взять тоже не помешает. В итоге пару тысяч дополнительно мы с вами получаем. Идем в квартал Таверы к Вилкину. Кстати говоря, спутников я вообще не смотрел в данной модификации. Это довольно-таки интересно. Давайте посмотрим. Так. Странники нам сами необходимо. Посмотрим какие у них здесь есть таланты, способности и так далее. Может быть встретим каких-нибудь крутых спутников. Да. Вроде этого. Идеальный чувак для того, чтобы сделать ему собственный боевой отряд. То есть у него и обаяние есть и лидерство и бегать он умеет. Ну и боевые навыки. Куда же без них. Так. Здесь то же самое. О, и лидеры и разведка. Ну то есть здесь похоже вообще без навыков. Это вот интересные конечно спутники в кавычках. В общем, в целом как я вижу здесь есть куча достойных 200 медицины. Он мне нужен. Он мне прям нужен. С 200 медицины ну это это вообще потрясающе. Такого снарядить и мне можно вообще медицину не качать. Военный доктор. Где он вообще находится этот военный доктор? Кстати говоря довольно-таки недалеко. Нет, кстати далековато на самом деле. Ну ладно. То есть можно ну потом короче говоря к нему вернуться когда мы закончим здесь вот эти вот квесты с освобождением народа и так далее. А потом можно отправиться к нему ну к ним вернее. Оттуда пойти можно будет блин ну казни не в той стороне они все находятся вот вообще не в той стороне в которой мне бы хотелось. Типа я бы хотел где-нибудь здесь основать поселение как я и говорил ну около того. То есть в идеале в центре этих земель или даже лучше вот так немножко отдаленное поселение чтобы с самой доли начать потихонечку продвигаться по вот этим вот всем территориям. Но топать еще туда это конечно будет сложновато особенно учитывая количество вражеских патрулей. Хотя на самом деле называть их патрулями не совсем корректно. Здесь такие большие отряды чего-то вроде разбойников которые явно нам с вами будут гадить. То есть там по 100 человек почти все кавалеристы. В общем и целом сражаться с ним будет очень сложно а пробежать мимо них еще сложнее. Представьте отряд из 100 кавалеристов убежать от них прям очень сложно. Ладно касты вы пришли я думал вы сбежали что случилось? Вы знали что мы только что напали на работорговца я знаю кто они? Вы спасли одного из рабов разве вы не знаете что играть с огнем? Мы обречены. Мы не узнали кто они прежде чем действовать это будет наша последняя ошибка. Что случилось? Ты выглядишь таким напуганным. Да работорговцы они контролируют всю работорговлю в этой стране. Каждое королевство их поддерживает. Жил был король маленького королевства который влюбился в рабыню и он попросил работорговцев освободить ее а потом знаете что случилось? Конечно вы не идиот вместо этого рабы захватывают эту страну каждый выживший становится рабом все фракции на этом континенте поддерживают этих ублюдков на вашем месте и освободился бы от этого раба и бежал бы так быстро как я могу. Я не убегу Усюка. Я должен вам сказать что я должен работорговцы не отпустят нас. Письмо я думаю вы должны взять его и я уеду на другой континент. Также здесь 2000 динаров в качестве компенсации если я узнаю что они члены работорговцев я не буду вас вовлекать. Прощайте. Приветствие от рыцари Сика дорогой путешественник рыцари Сика искренне рады вас приветствовать мы приглашаем друзей со всего мира посетить нас мы что-то там Сика охраняем бесчисленное количество людей когда континент был в хаусе если у вас такое же видение как и у нас мы с нетерпением ждем вашей встречи нашей встречи это письмо является доказательством того что вы встретите нашего посланника мы с нетерпением ждем общения с вами привет от рыцари Сика вот мы получили письмо да они еще и умудрились здесь воспользоваться новой функцией 180 и завабахали здесь очень на самом деле малое количество пока что но тем не менее все же есть катсцена это безусловно плюс хоть и небольшие но все равно клево так в общем и целом что нам теперь с вами здесь необходимо пойти к замку освободить людей ну на письмо пока в принципе можно не реагировать так еще раз надо было пометочку на этот замок поставить чтобы знать где все же освобождать этих самых рабов довольно таки близко прямо вот здесь они находятся можно пойти освободить всех оставшихся людей из работорговцев но народ все это будет уже в следующей серии спасибо всем что посмотрели у меня там все с вами был Кит и всем пока